В Симферополь приехала делегация из Германии, представители партии «Единство». Основа политсилы – выходцы из стран бывшего Советского Союза. Она действует в Германии уже более двух лет. Ее члены намерены выяснить, насколько в Крыму мирная обстановка и выгодно ли иностранцам начинать свой бизнес на полуострове. После того, как Крым стал частью Российской Федерации, нас начали регулярно посещать делегации из европейских стран. На этот раз с визитом прибыли немецкие политики. Цель – убедиться, не лгут ли их средства массовой информации про захваченный полуостров. Несмотря на то, что гости только прибыли, они уже полны впечатлений. Военных на улицах мы не увидели танков, мы не увидели какого-то хаоса. Мы увидели обычных людей, которые ходят на работу, которые спешат по своим делам. Поэтому вполне все нормально. И я не думаю, что это была подготовка к нашему визиту. На встрече делегатам подробно рассказали о преимуществах свободной экономической зоны и о том, что начинать свое дело в Крыму выгодно даже иностранцам. Те компании, у которых есть определенная воля, я думаю, что очень большой интерес питают прежде всего к открывшимся возможностям. Поэтому через нашу деятельность я уверен, что бизнес придет в Крым. Зарубежный бизнес в Крыму санкциям не остановить. Находчивые предприниматели регистрируют фирмы в других субъектах Российской Федерации и продолжают свою деятельность у нас. Интерес проявляется к очень разным сферам. И к сфере промышленности, и к сфере сельского хозяйства, особенно переработке сельскохозяйственной продукции. Вот наши нынешние партнеры особый интерес проявляют к туризму. Друзьями из Германии объяснили, что массовый туризм в Крыму наращивает обороты. С каждым днем на полуострове становятся все популярнее пакетные туры. Вполне возможно отработать вопросы трансферта. Большое количество мест, естественно, забронировали в наших крымских гостиницах. И можно просчитать логистику и обеспечить действительно централизованный поток немецких туристов в Крым. Сейчас делегация намерена способствовать проведению Всемирных Олимпийских игр российских немцев в Крыму. Переговоры ведутся. На всей территории земного шара проживает порядка 20 миллионов российских немцев и их потомков. Будет проходить конгресс в Берлине в мае месяце. И если действительно такая тема будет поддержана, то Крым, на наш взгляд, как место традиционного и компактного проживания российских немцев, был бы идеальным вариантом для того, чтобы провести игры. Немецкие партнеры пообещали донести собранную информацию до общественности, максимально распространив ее в своих СМИ. Дмитрий Попов, Рустам Файзулин, Древи Новостей.